Интригующее название – «Возвращение мастера». Экспозицию оценят, пожалуй, не только поклонники творчества Владимира Черникина. Эта выставка в том числе для тех, кто давно хотел приобщиться к искусству, но не знал, с чего начать. В художественном музее обратилась семья художника с целью провести выставку памяти в городе, которому Владимир Петрович Черникин дал 20 лет своей жизни. Долгое время он был главным художником Старого Оскола. Руководил монументальными мастерскими, затем работал в Белгородском художественном фонде. Основную экспозицию составили произведения из собрания семьи художника. И как дополнение – это те произведения, которые хранятся в собрании музея. Художник увлекался многими направлениями. В его живописи встречается, например, сюрреализм, в котором композиции сочетают привычные вещи с миром снов и фантазий, рождают новые формы и смыслы. В некоторых картинах прослеживаются признаки супрематизма. Изображение выстроено с помощью простейших геометрических фигур. Наряду с изобразительным искусством художник достиг больших успехов в печатной графике. В постоянной экспозиции «Абрез истории» представлены оригинальные оттиски. Это афорты, выполненные Владимиром Петровичем. Это автопортрет, фронтовые дороги, композиция. Их передал фонд музея, давний друг художественного музея и журналист, который дружил с автором рисунков. К сожалению, он не так давно ушел из жизни. Владимир Железников. Особенно ценными считают афорты с датировкой и подписью художника. Владимир Черникин довольно успешно сотрудничал с центрально-черноземным, калининградским, свердловским издательствами и даже с московским современником. Большинство людей воспринимают окружающий мир преимущественно посредством зрения. Поэтому иллюстратором можно назвать соавтором произведения. Ведь частично смысл прочитанного воспроизводит именно его изображение. Всего насчитывают более 20 книг известных авторов, проиллюстрированных Владимиром Черникиным. В их числе всем известные «Мастеры Маргарита» или же «Приключения обороны Мюнхгаузена». Узнать подробнее о жизни мастера и познакомиться с его работами в Старооскольском художественном музее можно до 13 марта. Елизавета Лебедева, Никита Дереглазов. Такой день на мире Белогорья.